Игорь Удене провел в областном правительстве очередной прием граждан. Своими проблемами с главой региона в этот раз делились жители Твери и деревни Старые Горки Зубцовского района. Какие темы поднимались на встречу, расскажем в нашем материале. Ольга Демина – многодетная мама. Сейчас ее младший ребенок ходит в Тверской детский сад номер 163. Однако в ближайшее время он может сменить место своего обучения, причем без согласия родителей. Все дело в сильно протекающей крыше, которой срочно необходим ремонт. На третьем этаже группы распределены по другим группам детского сада или по южному микрорайону, то есть дети 100 человек. Третий этаж, соответственно, нерабочий и вода уже доходит до второго этажа. Несмотря на то, что крыша детского сада не раз ремонтировалась, в 2016, 2017 и 2019 году частичные работы не помогли. И сейчас, чтобы дети могли ходить в удобный и близкий к их домам детский сад, Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль и распорядился провести ремонтные работы уже в этом году. Сейчас завершается экспертиза документации. И задача поставлена сразу начать, не дожидаясь окончательного сезона, 1 июня, начать сейчас ремонт кровли. Я надеюсь, что в майские праздники приедем и посмотрим, какие есть предварительные результаты. Если погода позволит, то они ускорятся и сделают целиком уже до майских праздников. Второй проблемой, из которой главе региона пришли в этот день, стала помощь в организации показа спектакля о судьбах детей Калининского детского дома в годы Великой Отечественной войны. С такой просьбой обратилась Зоя Конгро, руководитель общественной организации «Детдомовское братство». Она рассказала о том, что ребята, принимающие участие в постановке, выразили желание в юбилейный 75-й год Победы показать свой спектакль в городе Героя Ржеве. Но чтобы организовать поездку своими силами, речи не идет. Это непосильные средства для 23 актеров от 8 до 18 лет. У них уже заложено чувство Родины, любви. Я думаю, что в сочетании с такой чистотой. Да, с чистотой. Они юные, они не испорченные детки. И пока они испорченные, надо, наоборот, в них больше и больше прям плотно вкладывать все. В свою очередь губернатор отметил, что он полностью поддерживает стремление ребят к творчеству. Тем более в таком патриотическом направлении. Поэтому предложил не откладывать показ спектакля надолго и провести его в незапланированный выходной, который появится в России в день голосования за поправки в Конституцию. 22 апреля, возможно, будет выходной день. Это день голосования по Конституции. Вот, может быть, подумать в этот день, если он будет выходной, провести это мероприятие воживее. Это выходной и детки наши, они уже с каникул придут и не уйдут еще из школы. Мы вам сорганизуем и транспорт найдем специально. С важной просьбой пришла жительница Зубцовского района Татьяна Хохлова. Она рассказала о проблемном участке дороги, общего пользования и межмуниципального значения Москва-Рига. Александровка – граница Московской области в Зубцовском районе. Последний раз полотно ремонтировали 20 лет назад, и то частично. Ямы засыпали песком. Сейчас эта дорога нуждается в ремонте, говорит Зубчанка, потому что даже скорым приходится ехать 70-километровый отрезок 40 минут. Дорога 26,8 километров, начиная от М9, от Москвы-Риги, до Ивашкова. У вас там есть, там это все, на деле. И вот дорога в очень ужасном состоянии. От Москвы-Риги лет 20 назад ее как бы чуть-чуть подремонтировали, но там сейчас тоже очень становится тоже плохо. Игорь Руденни рассказал, что эта дорога была в плане на ремонт в 2021 или 2022 году. Однако, осмотрев фотографии объекта, принял решение перенести работы на ближайшее время. Сейчас мы формируем Дорожный фонд, это планы для возможностей. И мы постараемся перенести на 2020 год, на текущий. Там два этапа у нас было, по-моему, по 13-й, 13 километров до Десербина, а потом до Александра Хиды и Вашкова. Также в конце встречи Татьяна Хохлова пригласила губернатора посетить усадьбу Степановская-Волосова, что также находится в Зубцовском районе. Игорь Руденни обещал посетить достопримечательность в этом году.